Так, экран вы видите, ребят? Да. Супер. Так, давайте пока вспомним, что на прошлом занятии делали. Тут всех откроем. Отлично. Да, Кирилл? Мы на прошлом занятии изучали переменные. Супер. Отлично. И еще мы узнали вроде бы, что такое типы данных и начали работать со строками. Ну, давайте немножко повторим. То есть вообще переменная вроде бы помним, что такое. Переменная, ну, как бы давайте кто хочет, ну, так вкратце немножко рассказать. Ну, чтобы я понял, что вы примерно помните. Или если не помните, так освежим немножко. И дальше так вот пойдем и уже будем изучать дальше новое. Со строками чуть-чуть еще поработаем и уже перейдем к следующим интересным вещам. Так, Александр Аникеев, там у вас микрофон выключен. Если вы что-то сказать хотите, то все хорошо. Да, Кирилл? Переменные – это такие коробочки, куда мы можем что-то поместить и сделать на них название. А по поводу названия, я могу, например, в названии использовать восклицательный знак какой-нибудь? Нет, в названии нельзя использовать восклицательный знак, потому что тогда ничего не будет работать. А точки и другие спецсимволы? Спецсимвол вообще нельзя использовать в переменной. А нижнее подчеркивание можно использовать? Нижнее подчеркивание можно. Как мы его можем в имени переменных использовать? Как пробелы? Поскольку пробел у нас не может имя переменной содержать пробелы, мы можем использовать таким вот образом. sum of values. Например, вот так. Такая имя переменная допустима. То есть, чтобы разделять слова, мы можем использовать нижнее подчеркивание. Я не помню, как такой метод называется. Но также мы можем использовать метод camelCase. То есть, каждое новое слово начинается с большой буквы. То есть, ну, вот таким образом. То есть, и то, и то, оно допустимо. Просто выбирайте, что вам больше нравится использовать. Так, имя переменной может содержать цифры? Цифры переменная, по-моему, может содержать. А начинаться с цифр может? Начинаться с цифр, по-моему, тоже может. А вот нет. Не может, к сожалению. Ну, вот так Python устроен, что с цифр не может начинаться. Так, если мы можем использовать нижнее подчеркивание, то можем ли мы использовать только нижнее подчеркивание? Как имя переменной? Только нижнее подчеркивание нельзя использовать. Почему? Ну, это же просто символ. Ну, с нижнего подчеркивания мы можем начинать переменной. и мы можем с нескольких подчеркиваний начинать именно переменные, то почему бы не использовать только нижнее подчеркивание. На самом деле в питоне это допускается, но не рекомендуется этим злоупотреблять, потому что лучше это использовать для каких-то незначительных, каких-нибудь таких бесполезных переменных, которые не очень важны. А так нам еще в имени переменных нужна краткость и понятность. То есть там допустим sum, это имеется в виду сумма, мы можем sum of 2 and 2. Мы в принципе также можем использовать, но она какая-то длинная получается. Так что лучше находить такие лаконичные и понятные варианты, чтобы когда вы будете потом смотреть свой код, вы примерно могли понять, что вот эта переменная, вот такая вот, что она означает, будет непонятно. Вот. Ну и еще рекомендую код комментировать. То есть пока у нас код такой вот маленький, ну, не связанный, но большие именно такие вот объемы нужно будет комментировать и еще даже и по файлам разделять. Это мы тоже будем проходить. Сегодня это хорошо, что все попались, кто на предыдущем занятии был. Вот. Это в принципе отлично. Так, переходим к дальше, значит, строки. Строки, строки, строки. Мы прошли вот это. Со строкой давайте это. Повторим и просто прокомментируем. Это значит у нас сама... Ладно, не буду комментировать, что это строка. Кто помнит, что вот это за строчка? Вот это вот. По-моему, это что, если написать минус 5, то будет... То выставит минус 5, пятую букву с конца. А если мы положительное значение напишем? Положительное? Ну, тогда сначала. Логично. То есть это получение... Ну, это... Ну, короче, это по индексу... Получение элемента по индексу. Вот это когда... Сейчас давайте я более какую-нибудь нормальную, какую-нибудь адекватную запись сделаю. Ну, вот, например, вот такое. Это у нас... Если не помните, как называется, давайте хотя бы попробуйте вспомнить, что оно делает. Давайте можете, в принципе, высказывать свои варианты. Егор проверяет, как эта штука работает. Уже... Не, у меня просто на прошлом занятии я там тупанул, и я еще переписываю все. А, вот, если у вас такие штуки возникают, если там, ну, там, забыли записывать, начать записывать, а уже какой-то кусок кода есть, попросите просто, чтобы я его в чат скинул, либо там после занятия попросите там, скиньте, пожалуйста, код с урока, например, там, в Telegram или в чат, вот этот Zoom скиньте. Вот, давай я сейчас его скину. Панк. Вот. Ну, это получение среза. То есть мы сюда то же самое, как в квадратной скобке, передаем от какого, ну, то есть от какого символа, по какой, ну, а шаг именно через какой, или там каждый первый, или каждый второй символ. Вот. Ну, у него обычно стоит значение по умолчанию, да и у старта значение по умолчанию тоже 0. Вот. Дальше. Вот эти методы пошли. Это такие штучки, функции, можно сказать, у строк. То есть тут сплит. Я не, ну, я не уверен, что вы помните, потому что мы что-то это не прокомментировали. Но сплит, он разделяет, давайте прям прокомментируем. Если вдруг помните, что тот или иной метод делает, там пишите. Ну, старички вы тоже, в принципе. Можете в чат сейчас написать, какой метод, что делает. Будет, в принципе, хорошо. Так. разделяет строку по символу, которую мы передали. То есть, что это значит? Если мы передаем L, то она у нас режет строку по букве L. Сама строка не учитывается. Может кто-то помнит, что делает функция upper. Ой-ой-ой. Так. Она делает все делает все буквы. Что-то по буквам не попадаю, по клавишам не попадаю. Все буквы заглавными. Заглавными. Lover делает все в точности наоборот. Lover делает все буквы не заглавными. Replace. Тут уже сложно будет объяснить, но давайте попробуем это записать. Меняет первый аргумент. Меняет слово на второе. Меняет в строке. Давайте напишем. Первое слово на второе. То есть, она hello заменит на goodbye. Или, если мы захотим, напишем, может она заменить на единичку. Вот. Там на Biden World, например, они называются, то есть, это шаблон, а это замена. То есть, это или наоборот. Вот это вроде замена, а вот это шаблон. То есть, вот замену он меняет вот на это, на шаблон. Может, я их местами перепутал, но суть в том, что первый аргумент он замещает вторым. Capitalize делает первую букву. что такое. Что такое. Что такое. Заглавный. Вот. В принципе, повторили. Давайте я комментарии не скину. Так. Print Capitalize это капитализация, но то есть, делает какую-то букву, надо ее указать за главный. В принципе, в принципе, да. В принципе, да. Ну, насколько я помню, у нас вроде Capitalize он никаких аргументов не берет. То есть, он делает первую букву за главный Саш. Александр, точнее, злобый. Так. Едем дальше. Давайте. Ну, сейчас я скинул. Нет. Вот. Скинул с комментариями. Вот. Значит, едем дальше. Теперь тут идут, у нас сегодня будут такие штуки немножко посложнее. Ну, давайте начнем с того, что, во-первых, если мы захотим вывести строку вместе с значением переменной. вот. Ну, треск, у нас появилось такое желание. Допустим, будет переменная name. Name равно, допустим, 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 Igor. age пусть будет, ну, условно говоря, 27. знак равно забыл. Вот. И, в принципе, мы сейчас можем вывести name и age. Вот. И оно у нас вполне выведется. Сейчас я запущу сам вот этот файл. Вот. И он, значит, пишет Igor.27. Вот. Ну, что, если мы захотим, чтобы программа с нами здоровалась? То есть, написала там привет, условно говоря. Опять секунд, ребят. Там привет. И дальше значение переменной name. или говорила там привет, я значение переменной, я мне столько-то лет. Вот. У нас есть, в принципе, вариант, как сделать следующим образом. Hi. Hi. My name is. Дальше пишем пробел. И дальше вне вот этой вот, вне вот этих апострофах пишем плюс. И дальше, значит, name. Дальше апострофы. Запятая, пробел. Также мы тут плюс забыли написать. То есть, мы как будто разрываем строчку и влепляем туда нашу переменную. Вот. И дальше пишем i, i, и дальше также значение переменной age. То есть, у нас получается такая вот запись интересная. Вот. И то, с age всегда проблема, нужно его сделать строкой. Вот. Ну, просто в кавычки заключить. Вот. И мы сейчас, если это выведем, то у нас получится наш желаемый результат. Но, как видите, мне вот, например, такая запись не нравится, потому что, ну, у нас строка банально рвется. Давайте я вам покажу сразу тот вариант, которым я пользуюсь. Пишем кавычки, а перед ними пишем f. То есть, мы указываем, что эта строка форматированная. И в чем ее преимущество? Давайте возьмем тот же самый текст. Ставим сюда. Но теперь вместо плюса и разрыва нам нужно просто написать фигурные скобки. И тут мы такое, как будто окошко просверливаем и туда как раз-таки ставим наше имя. Name сюда указываем. То есть, мы строку не разрываем, просто фигурные скобки мы заключаем наше переменное. И дальше вот тот же самый текст мы делаем, чтобы у нас строки исходные получились такой же длины. Но, как видите, сама запись короче, и она как-то более красивее, по-моему. Ну, как красивее, просто глазу приятнее. Как видите, они вот у нас две одинаковые абсолютно. То есть, если вам вот такой нравится, можете такой использовать. Я, в принципе, не против, но я все-таки до наставил на этом. Что ж, с этим разбрались. Допустим, вот у нас та же самая программа, это я закомментирую. Вот, мне пришлось тут использовать двойные кавычки. Давайте сейчас сделаем следующую. Сделаем просто сейчас сделаем переменную s. Как я вам говорил, в питоне неважно использовать двойные или одинарные кавычки для строки. Вот, но внутри строки у нас иногда нам нужно использовать кавычки. И если мы используем одинарные кавычки, когда у нас сама строка заключена в одинарные также, то у нас питон подумает, что у нас вот та вот одна строка, а тут она как-то непонятно закончилась, началась непонятно ему. Поэтому нам приходится писать двойные кавычки. Или по краям двойные, а внутри одинарные. То есть вот такие меры. Но вдруг нам хочется использовать именно внутри одинарных кавычек двойные, ну, одинарные кавычки внутри одинарных. Поскольку у нас этот символ питон считает служебным, условно говоря, мы можем его экранировать, то есть написать перед ним бэкслэш. Бэкслэш это такой экранирующий символ, то есть он говорит, что это нужно именно просто вывести, то есть он его делает, он питону говорит, что это просто именно символ текста обычный. И если мы без него напишем, то у нас пайчаром скажет вот ошибка, какая-то непонятная там интерминейт стринг литерал, то есть какой-то непонятный литерал строки. Если мы напишем бэкслэш, то у нас все, если мы еще сделаем вывод этого print s, почему-то print s, то у нас все отлично выведется. Также у нас есть такие штуки, как экранирующие последовательности, то есть это те, у которых используется бэкслэш, допустим, s равно тот же самый hello world. Экранирующие последовательности, они используются с бэкслэшом и дальше буква определенная. Бэкслэш n это последовательность, которая говорит о переводе на новую строку, то есть у нас тут появляется enter, то есть это называется тут вертикальной табуляцией документации. Backslash t это горизонтальная табуляция, то есть тут у нас по идее появляется еще один пробел, вот тут у нас его в строке самой нет, но тут у нас появляется один символ tab, это тут не несколько пробелов, а один символ tab, табуляция. Вот, ну и в принципе это все, особо больше никаких нет. Но еще одна есть штука с этой экранирую с этим backslash дело в том, что ну давайте какой-нибудь по какому-нибудь пути там перейдем условно говоря там ну допустим какой-то вот такой у нас путь в windows он записывается всегда через backslash, то есть path у нас условно будет равняться вот такой c, windows и так далее. У нас как видите он backslash ну еще можем допустим давайте сделаем user вот так вот вот то есть backslash с этим может возникнуть проблема давайте выведем path ну путь с английского и он у нас скажет unicode escape то есть эти последовательности с backslash так backslash n backslash t еще по-моему несколько есть сейчас я этот пример договорю и покажу несколько вот он говорит что тут проблема с escape последовательностью то есть он не может определить что это такое тут типа backslash you и непонятно что это значит тут какой-то привод давайте попробуем это смешно это то же самое это он так вот и есть вариант есть вариант эти слыши не использовать ну давайте по сути такого варианта нет потому что windows мы путь по-другому указать не можем там через backslash они указываются поскольку эти слэши считаются у нас служебными мы можем эти слэши экранировать то есть это будет такой двойной слэш вот и оно все будет работать и отлично писаться вот ну так неудобно каждый раз два слэша писать так что мы эту строку можем объявить например rowstream то есть сырой как мы с буквой f делали чтобы указать что это строка форматированная так же мы можем с вот этой строкой поступить то есть мы указываем r и это говорит что в ней escape последовательности работать не будут например backslash n backslash t они в сырой строке работать не будут то есть вот как видите они выводятся когда если бы это была не сырая строка то у нас бы они сработали правда это тут немножко не видно вот так значит в принципе со строками на этом все но еще давайте по функции print немножко поговорим функции print есть еще несколько параметров например у нас будет тут hello а потом мы также напишем допустим world то есть как две две отдельные строки вот и как видите он у нас их разделил пробелами хотя тут у нас пробелов нет это потому что у него есть такой параметр как sep с английского separate то есть это сокращение и мы можем этот символ как раз таки указать у него есть значение по умолчанию это значение по умолчанию пробел но мы можем его указать например как пустая строка то есть чтобы пробела не было и тогда оно слипшись все будет также и нижнее подчеркивание мы можем написать и оно будет разделяться нижним подчеркиванием и вообще любой другой символ или даже несколько так что оно будет вот так вот работать также мы можем указать end чем строка заканчивается обычно она заканчивается ну именно функция print отработала и в конце пишет backslash n то есть чтобы у нас следующий print писался на новой строке но мы также можем указать чтобы он писался не на новой строке а на ну просто по умолчанию это backslash n мы можем указать backslash t и тогда у нас оно напишется на одной строке хотя это два разных print а если мы указывать end не будем то оно на разных строчках у нас укажется то есть помимо этого помимо escape последовательности мы можем между ними разные там сделать разные штуки чтобы строка например заканчивалась 1 2 3 в принципе с этим с функцией print все отлично мы доразобрали значит строки и значит 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 давайте немножко от этого отвлечемся и а нет я обещал вам про escape последовательности еще документацию показать давайте сейчас я вам это покажу и немножко на колово гонках погоняем а потом вернемся к этому ну просто неинтересно какая у вас скорость печати это не соревнование просто вот так экранирующие символы ну давайте поймем экранирование символы в пайке какой-то фоксфорд непонятно а нет тут есть типа что-то у нас тут есть так ну вот это ну ну давайте несколько из них попробуем так 16 битовый символ уникода ух ты тут какие разные есть а вот символ ну интересно ну вот тут есть backslash n и backslash t как раз горизонтальная табуляция и новая строка или перевод строки давайте вот backslash r попробуем я даже что-то не знаю какой давай так 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 то есть то есть символ начала строки как я понял да backslash r это символ начала строки ну давайте еще я вам не рассказал про многострочную строку многострочный комментарий еще можно использовать то есть у нас если мы вдруг хотим чтобы строка у нас была на нескольких других мы можем в принципе сделать как-то вот так но это по-дурацки смотрится поэтому мы можем сделать вот так три кавычки подряд написали много одинарных или двойных не важно три подряд написали и все у нас получилась такая конструкция в пайчарме то есть и тут теперь мы можем много всего так написать также это может быть многострочный комментарий то есть мы их так вот просто написали и дальше внутри пишем и давайте тут запишем как раз таки escape последовательности человек ленинг поэтому я сделаю так сейчас начнется оп вот так вот и ну такая шпаргалка у нас будет так ну давайте перейдем к лавагонкам вам нужно будет просто по ссылке перейти так сейчас клава гонки и нужно будет там будет там появится текст и его нужно будет как раз таки напечатать так своя игра вот войти надо все так как раз с друзьями таймаут 10 секунд обычный так значит поехали сейчас я вам скину ссылку вот эту вот вот переходите переходите по ней присоединяйтесь так сколько нас тут раз раз два три четыре пять шесть так кто не присоединился еще ребята так наверное старичков кто-нибудь вот так давайте тогда начинаем ребята или как вроде никто ничего не пишет значит ладно давайте начинать переключайтесь на свои экраны и сейчас через две секунды появится текст а вот он появился сколько ошибок пишите ребят я на русском не могу писать да по клавише да а почему просто я не помню какая буква какая у меня наклеить ничего такого нету ну ладно у у а точка я вообще сегодня по клавиатуре не попадаю как 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 меня меня эта игра троллит как так так жесть я уровень уверенно написала я не двигаюсь там кавычки еще и точки нужно писать и также заглавные тоже не забывать ух ты меня тут кто-то обогнал так сильно сейчас переиграем обогнал Продолжение следует... Продолжение следует... Так, кто-то на первом месте был. Молодец, Саша. Так, у меня лучшая скорость была... 150 знаков в минуту. Ну, средняя у меня 123. Ну, я что-то отвлекся, такой, оп, залип. Точнее, не залип там с этим на этих кавычках. Так, один вышел. Другой, не убейся. Так, ну, Егор, смотри, если не получается... А, ты не пишешь, так. Не, я... Я смотрю на клавиатуру. Я вообще не понял. Ну, ничего страшного. Вот, это там просто... Да. Нужно там... Писать, и все. Сейчас заново сыграем. Вот. Так, ну, давайте, ребят, кто сыграл, давайте control нажмем. Ну, нажмем сыграть еще раз. Опа. Опа, я из игры вышел. Я попробую еще раз. Так, сейчас я там игру. Сейчас давайте еще раз. Я сейчас кину ссылку. Еще раз заходите. Так, все. Так, раз, два, три. Напишите, кто какой по счету сверху. Я первый. Так, Саша первый. Так, ну, я так понимаю, все. Так, тогда начинаем. Ладно, напишем потом, у кого какое место. Так. Так, ну, я 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 так Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ух ты. Ух ты, я свой рекорд побил. 174 знака в минуту. Так, я ошибка у меня, кстати, уменьшилась. Так, ну, при том, что я раз в сто лет сюда захожу, это хорошо. Так, я так понимаю, вторым сейчас придет у нас Саша. Ну, у Саши зато ошибок меньше на 2%. Ой, не на 2%, а на 2 ошибки меньше. Так, а третьим у нас кто идет? Кстати, Саша, я не знаю. Я иду. Да, Егор, а как ты так смог? Нормально. Так, а тут вот вдвоем, которые две машинки идут, это у нас... А, которая чуть-чуть впереди, это, наверное... Не знаю. Наверное, Саша. Можете, ребят, зарегистрироваться и на ней иногда гонять. Ну, чтобы и скорость печати повышается, потому что это действительно будет потом помогать. Потом будет там на занятия одновременно со мной такие оп-оп-оп. Были оп, все написали. И нормально. Так. Кто-то там ноздря в ноздрю идет прямо. Вот, наверное, Кирилл вместе с Сашей. Сейчас, 5 секунд. Песе контролирует. Я сейчас, который впереди. У нас совсем чуть-чуть. Простите. Так, третьим у нас Егор пришел, я так понимаю, да? Да, это я. Я просто понял то, что надо на пробел нажимать. На пробел? Ну да, я на пробел нажимал. Только на пробел, что ли? Ну, там Слава писал, на пробел нажимал. Я думал на Enter, а потом понял то, что на пробел. На пробел. Вот так. Вот так. Спасибо. Так, ну сейчас у нас ребята доедут. Вот так. И еще одну вам интересную функцию покажу. Может быть, с ней еще что-нибудь сделаем. Ну, я думаю, отпускать вас уже буду. Вот. Спасибо. Так, почти доехали. Спасибо. Давайте, ребята, почти-почти. Спасибо. Я четвертая приехала. Ну, хорошо. Тут главное просто это тренироваться. Вот. Так. Ну, ничего страшного. Это все тренируется. Так. И пятое место, я так понимаю, Кирилл, который просто Кирилл. Так, ну ничего, ребят, нормально. Зарегистрируйтесь на клавоконках и иногда просто так тренируйтесь. Так, ну давайте переведу в PyCharm и давайте напишем нашу первую интерактивную программу. И, значит, у нас будет переменная давайте name и сейчас мы пройдем функцию input. Вот такая функция. И давайте пока просто ее пустой оставим и сделаем print name. Вот. То есть, эта функция, она что делает? Видите, у меня программа еще идет, не завершается. И то, что я впишу, то она мне и выведет сейчас. То есть, в name у нас попадает то, что мы вводим. также мы в input можем передать, чтобы он это вывел как print и что-то, то, что пользователь введет, записал в переменную. Что ж, пусть он, пусть программа будет говорить привет, как тебя зовут. Поставим тут пробел и дальше тут, как мы учили. Значит, f, дальше так, и привет, рад, ну пусть будет рад тебя, пусть будет привет и name. То есть, программа задает нам вопрос, привет, как тебя зовут? Мы напишем, допустим, Руслан, и она напишет привет, Руслан. То есть, такая вот супер программа. Также мы можем написать, например, сейчас программу, которая нам будет переворачивать слова, то есть, чтобы будет равняться input, и здесь привет, так, напиши что-нибудь. Вот, и дальше мы сделаем print, print, текст, и дальше, как я вас учил, так, так, и шаг минус один. То есть, начало строки, конец строки, и шаг минус один. Так, и допустим, привет, как тебя зовут, Руслан? Привет, Руслан, напиши что-нибудь. Ну, и допустим, я напишу привет, и он мне это перевернет и скажет t-virt. Вот такая программа у нас получилась. То есть, уже можно друзьям показывать, что вот программа интерактивная получается для пользователей. вот. В принципе, на сегодня на этом все. Если нужен код, могу его скинуть. Вопросы есть какие-нибудь, ребят? Да, есть у меня. Можно вот скопировать все, что вы в чат написали. Zoom, он как-то по-дурацки делает, он как будто не дает копировать текст иногда из чата. Да, не дает. Давайте я вам файлом скину. Спасибо.